Святые Антоний и Иоанн Евстафий пострадали за Христа в середине XIV века при дворе великого князя литовского Альгерда. Мужественное исповедание православной веры и мученическая смерть святых подвигло принять христианство многих литовских язычников, в том числе самого великого князя. Таким образом, во второй половине XIV столетия крестилась вся Литва, один из последних островов язычества в Европе. Причем изначально в Литве преобладал восточный обряд. Лишь после восхождения сына Альгерда Ягайлы на польский престол он обязался всех этнических литовцев крестить по католическому обряду. Тем не менее, и сейчас трех мучеников, чьи святые мощи хранятся в Виленском святодуховом монастыре, почитают не только православные, но и жители Литвы католического исповедания. Почитают святых Антония и Анна Евстафий и в соседней Беларуси, так как их имена до крещения Нежилокумец и Круглец говорят об их славянском происхождении. Сред древней и дикой Литвы, где терни поросы волчцы... Балладу о подвиге трех виленских мучеников сложил священник родом из Белорусской Велийки, настоятель Шауляйского храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, протери Олег Штельман. Антонием звался один, что самый ревнительный был, о славе великой Христа, пред Ним же и первый предстал... Отец Олег первые шаги в качестве церковнослужителя делал при Виленском святодуховом монастыре. У святых мощей виленских мучеников видел много чудес, которые происходили у людей по искренней молитве. Приходила женщина, у нее была малолетняя дочь, у нее раковая опухоль в голове была. Мы дали ленточку от носочка у одного мученика, словно нога ее подвязываем все время. Она повязывала ей на голову, подушечку ложила, когда она спала. Врачи выписали из больницы как ненадежную. Сказали, ну мы все, что могли, сделали все, больше ничего не можем. И вдруг как-то и стало легче, легче, легче. Пошли проверились, ничего нету, никаких следов от рака. Благодать от святых мощей трех виленских мучеников уже много столетий питает верующий народ Литвы. Лишь в 20-м столетии мощи святых Антония и Анна Евстафия покинули родину. В 1915 году были вывезены в Москву при приближении фронта Первой мировой войны. В годы богоборческого лихолетия мощи подверглись поруганию. Псевдоисследователи подтвердили факты их нетленности, но утверждали, что останки не могли принадлежать людям, жившим в 14-м столетии. Вряд ли исследователи смогли бы объяснить факт проявления при мощах аномалии в поведении некоторых людей. В конце июля 1946 года во дворе Святодухова Виленского монастыря собрались несколько тысяч человек. Ожидали прибытия из Москвы в Великой святыне. В советское время это было настоящее чудо. Мощи трех виленских мучеников вновь вернулись на родину. Чрезвычайное событие, единственное в истории Советского Союза случай перенесения христианской святыни спецрейсом, празднуется ныне как второе обретение мощей виленских мучеников. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Литва, Вильнюс, Шауляй.